Здравствуйте! Я предложил вашему вниманию наиболее общую тему угрозы для русского языка «Мнимые и реальные». И попробуем вкратце их рассмотреть и попытаться убедиться в том, насколько действительно мифов вокруг языка и русского языка, в частности, немало. Эта тема, как мне видится, важна, актуальна еще и потому, что спроси любого, буквально любого человека, у каждого оказываются свои какие-то индивидуальные раздражители в плане того, что мы слышим вокруг, то, что мы наблюдаем. И вот эта раздражающая языковая среда приводит к таким субъективным выводам о том, что вот все, русский язык погибает под напором того-то. Другие говорят, нет, нет, под напором того-то. Вот это очень часто такое можно услышать и попробуем вместе разобраться с наиболее, наверное, известными угрозами или псевдоугрозами, о которых часто говорят вокруг и мы с вами в том числе. Я начну с такого явления, как вестернизация языка и мнение о том, что русский язык погибательского заимствования становится каким-то не совсем русским. Это действительно можно часто мнение услышать и отчасти в какой-то степени можно согласиться с этим, поскольку на всех уровнях языковой системы это влияние ощущается. Это, конечно, сопряженно с тем фактом, что в эпоху глобализаторов, открытых коммуникационных систем, любых других систем, мы испытываем влияние самое разное и доминирующая англоязычная культура по-прежнему очень серьезно влияет на все остальные культуры, которые как раз во многом открыты. И во многом это как раз сопряжено с нашим отношением ко всему. Если мы относимся к западной культуре с почтением, с восторгом или просто инертно к этому относимся, берем просто все, что приходит и быстро переучиваемся, потому что с помощью фильмов, клипов и многих других вещей мы переносим в нашу лечевую практику, допустим, из многое из англоязычной культуры. И если посмотреть на разные уровни языковой системы, допустим, даже самая фонетика, произношение тех или иных слов последние 25-30 лет меняется. Ну, не всех, конечно, но все-таки, допустим, вот это знание иностранных языков и в частности английского языка во многом влияет на владение русским языком. То есть это находит свое отражение и можно, например, по интернационному рисунку человека судить о том, что все-таки с английским языком не все в порядке. С русским не всегда, а с английским да, например. То есть интернационный рисунок несколько иной. Или произношение некоторых имен собственных, когда, допустим, начинают говорить, скажем, калькакта вместо традиционного, калькутта, как вот ты привыкаешь. Кентакки. Привыкаешь к Кентукки. Вот это Кентакки. Вот эти вот Митсубиши. Я всегда влюбил Митсубизи. Вот эту вот всю англичную культуру Митсубиши, допустим, и много-много. Флорида, которая всегда была Флоридой. Это влияние имеется. На уровне графики, орфографии. Тоже, конечно, достаточно посмотреть на очень многое из того, что нас окружает. Как мы записываем, ну, допустим, Wi-Fi, например, как мы записываем латинскими буквами. Или разные родные единицы наподобие, там, даже веб-камера, например. Довольно часто это пишется, то есть это тоже по-английски, допустим. Многие другие примеры с этим связаны. IT-специалист, например, или диджей, фэшн-шоу, например. Возникает вопрос, как многие новые слова записывать в словарях. Вот обычно новые слова со временем попадают в словари. Ну и как мы, допустим, 3D-очки. На какую букву мы внесем словарь? 3D-очки. Или, например, те ошибки, которые связаны с написанием тех или иных слов, тоже сопряжены с англоязычной культурой. Вот, допустим, вопрос в том блоке слова. Как мы пишем? С одной или с двумя. Как мы, допустим, офшор, как и интернет-шопер какой-нибудь, как и рэпер и так далее. Как мы пишем? Пока эти слова еще не устоялись, вроде бы, ошибка не является ни тот, ни другой вариант. Но в своей логике есть и у тех, и у других оппонентов. И, допустим, те, кто блистательно или более-менее успешно владеет английским языком, выбирают, конечно, двойную согласность, как в английском. Но, вообще-то, мне ближе идея, что не нужно умножать сущности без необходимости. И если у нас нет вот этого блог-кер, если мы это не слышим, зачем написать двойное слово офис по-английски. С двумя, по-русски, все-таки, с одной и много других подобных примеров. И вот поэтому во многом здесь точку над «и» поставил так называемый закон о блогерах, который был принят относительно недавно, где в тексте федерального закона все-таки написано более-менее внятно, сколько «г» в этом слове. Как можно говорить? Сколько? Одна буква «г». Как я и хотел. К счастью, это меня очень устроило. Чтобы просто зачем запоминать лишние, если можно не удваивать без необходимости. Ну, и, естественно, очень много. Это только графический, орфографический уровень. Лексический уровень, где очень много, на первый взгляд, лишнего, где много кореалований, ублюжий, а на подобии «энтертейнмент», допустим, «промоушен», «месседж», «экси-пол», «бэбиситтер», «место няня», «ребрендинг», «тренинг», «шоппинг», «клининг», «кастинг», «хэппининг», получается «скидкинг», «соцеппинг», «соцеппинг» вот такого рода. Вот это еще очень нравится. Многие подобные англоязычные версии. Часто без необходимости, наподобие, любят просто для лоска. Такого рода язык, как «баттл», например, да? Идем в тень города, «шашлычный баттл», допустим. Или «микс», например, да? «мэл», «сэйл», например, «вес особо необходимый». Айсмен, например. Айсмен, кто по вашему? Вороженчик. Кто занимается марсеванью? Потому что все, даже то, что у нас уже есть, почему-то переформатируется на подобный английский вариант. Или, например, на уровне грамматики. На уровне грамматики, когда, во-первых, междометия. Междометный уровень, который особенно опасен, кстати говоря, разведчика, будь в первую очередь междометия, собой не прокололись, если ударились, не застегиться обо что-нибудь. И в этом отношении, когда мы произносим вот эти «упс», «вау», «супер» и так далее, это, конечно, удручает. Потому что на междометном уровне, если что, сэкологи прям ворают, очень серьезное влияние на вот эти мозговые структуры, на владение речью. Особенно, конечно, тоже наблюдаешь книжный магазин, дети бегают и говорят «Вау! Вау! Вау!» Вроде книжный магазин, вроде по-русски тексты, но вот такая вот реакция. Это ладно. Или конкурс выразительного чтения. Читают стихи, все прекрасно, по-русски. Тоже дарят в качестве приза книгу Пушкина. Девушка говорит «Вау!», но вот это, ну, я считаю, будто, как вау, дурной вкус, я считаю, но это следит в сознании. Это вот именно у нас такая, значит, увлеченность подобных вещей. Или, допустим, грамматическая – это отсутствие склонений, да, вот это вот «ресепшн», например, да, или такая грамматическая калька, допустим, «Евро-двадцать-шестнадцать». То есть, видите ли, «две тысячи шестнадцать» слишком долго произносили. И вот поэтому там будет «программа твоей депрессии», но «программа двадцать-шестнадцать», «жизнерадостно нам сообщать». Ну, вероятно, это многие так говорят, но это как раз влияние инноязычной культуры. Ну, и, естественно, реклама, когда идут несклоняемые варианты, особенно в тех брендовых наименованиях, когда говорят «пей фанта» или «сегда с кока-кола», например, что совершенно не по-русски, но зато требования маркетологов здесь жёстко учтены. Вот, на первый взгляд, действительно, всё это очень серьёзно, это обидно, но в то же время во мне в этом смысле борются двое. То есть, опять, я не знаю, что это значит. С одной стороны, носитель языка, обыватель, который возмущается, негодует, расстраивается, а с другой стороны, специалист, который утешает, будет, да всё нормально. То есть, если вот так вот трезво посмотреть, то в самом деле... Иноязычные слова обращают наше внимание, часто именно потому, что они такие яркие, такие экспрессивные, такие необычные, потому их и используют. Но, если статистически посчитать, то получается, на самом деле их не так очень много. Вот мы просто, если послушаем то, как говорят, да, выйдем на улицу, то что мы услышим? Мат мы услышим. И вот в этом смысле нашему русскому языку не стоит угрожать. Потому что экскрессивная основа, и вообще вот такая речь культовая, ведь это и числительные, и этикиные слова, названия веществ, глаголы движения, и прочие глаголы, и много-много таких названий частей тела, в основном исключительно русские слова, и в этом смысле ничто не грозит. Поэтому, действительно, это, по сути, миф. Да, это элемент угрозы тут содержится, но, в сущности, в процентном отношении наш родной русский язык совместно преобладает над остальными вариантами. Следующий раздражающий фактор – жаргонизация. «Миф, русский язык, Даниэльсия замусорит жаргонными словами». Ну, кстати, можно согласиться? Ну, можно согласиться, да. Потому что, если, опять-таки, мы послушаем то, как говорят наши современники, это действительно картина удручающая. Особенно удручает тот факт, что сами-то люди даже не понимают, что это жаргонные слова. То есть, они настолько въелись в языковое сознание, в нашу речь вошли, что многие люди, даже взрослые люди, используют это весьма и весьма широко. Те единицы, которые стали широко известны, которые употребляют и дети, и взрослые, и молодежь, и даже пожилые люди, можно именовать сленгизмом. Когда я спрашиваю, что такое жаргон, что такое сленг, в чем разница? Здесь, конечно, есть разные точки зрения на этот счет, но мне близко точное зрение профессора-химика Василия Васильевича, который говорит, что сленгизм – это слова, которые переросли. Жаргонные слова, вышли из них и стали ближе к экспрессивно-просторечным. Их очень много. Их все понимают, их все знают. Единицы наподобие безбашенной, подстава, навороты, облом, отмазка, прибамбасы, разборки, 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 нехилы, лохни. И тогда можно продолжать бесконечно этот репт. Вот это сленгизм. Есть, конечно, более шаргонные единицы, те, которые локально как-то объединяют или иные социальные группы, хоть то дети. У детей тоже, естественно, свой язык, свои особенности, свои элементы речи. Все знакомые единицы наподобие там «магзик», «матик», «кострик», «пистик», «морошка». И как-то слышу, допустим, «ты вада», «ты вада». Действительно, из забытого детства какие-то слова. Куда-то они потом уходят. В таком детском варианте языка это все остается. Разумеется, молодежный язык. Когда мы говорим о молодежном жаргоне, конечно, и слонизма полно. Когда мы говорим о молодежном жаргоне, то в речи молодых много, конечно, тех слов, которые могут быть понятны окружающим, но в речи окружающих нет. И особенность молодежного языка заключается в том, что люди зрелого возраста за ним не поспевают, как бы они не хотели это делать. Как-то мне попался на глаза опрос молодых людей в газете. Спрашивали, что вас больше всего раздражает ваших родителей? Один молодой человек ответил, что меня больше всего раздражает то, что моя мама старается всячески молодиться во всех смыслах, проходить на моих сверстников. Когда ко мне приходят мои друзья домой, мне будет очень стыдно, когда пытаются использовать жаргонные слова, которые уже три года никто не слушал. То есть, в самом деле, очень трудно умтаться за этими словечками. Я тоже, вроде, профессионально занимаюсь омскими языками, в том числе ненормативными вариантами языка. И когда привожу примеры, я, конечно, неблагодарное дело привожу примеры молодежного жаргона, молодежной аудитории. Давным-давно я рассказал, вот такие такие примеры, это просто слово «прикид». Мне отвечают, что так никто не говорит уже, сейчас говорят «прикидос». Вот такого рода. А единицы, конечно, тоже обозначены с экспрессивной суффиксацией, появляются там «битос», «папатос», «побосы» и так далее. Вот это уже жаргонизм, не просто лингизм, а жаргонизм. Как и, допустим, многие центры, благодаря этим суффиксам, все которые работают «крутяк», «верняк», «лебняк», «свежак» и так далее. И, естественно, отдельные слова, которые могут относиться к явлению 21 века, такая же уходящая натура, так называемый «мини-мишный язык». Язык няшек и так далее. И словно по-русски «няша» — это «болотная жижа», напомню. А так, конечно, все эти вот чматки, нравки, обнимашки. Это вот как раз вот самый «мини-мишный язык», то есть такой гламурный язык, которым уже посвящены целые книги. Естественно, плотной язык, язык уголовной среды, который также имеет свою специфику. Многое из этого варианта языка перешло в другие формы, и в сленговые формы. Те, которые перечислили, да, вот эти вот все подставы от мороза, беспределы. Это, по сути, в основном единицы лохотрон и так далее, плотного языка. Причем даже вполне приличные люди. Недавно слышал на улице, когда одна, вроде видная женщина, средних лет, сказал, что «ну я лоханулась». Ну вот насколько это можно, а как это можно оценивать? Это нормально или ненормально? Допустим, одно дело в 15 лет девушке, так скажем, другое дело, какая серьезная дама. И вот в этом варианте, когда говорят, что... Ну, говорят, но не понимают, что за этим стоит. Кстати, детская речь в этом смысле очень насыщена блатными словечками. Почему-то это очень прилипчиво. Причем это появилось не сейчас и давно. Существуют вот эти все атасы-шуки, которые чуть-чуть с шести лет начинаются. И потом это все-таки углубляется. «Китаю со снежками, я тебя мочканул». То есть, здесь обычно специалисты говорят, что проблема не в самих словах, а в том, что стоит за этими словами. То есть, в частности, вот эта этика уголовного мира, которая действительно довольно цинично и асоциально, маргинально во всех смыслах. И вот если мы начинаем это употреблять, то подчас это вставляет след в наших взаимоотношениях, в нашем составе. И вот в этом смысле можно ли опасаться за состояние языка? В каком-то смысле да. Потому что те же самые сленгизмы пополняют жаргон, вообще довольно часто пополняют экскрессивные ресурсы языка. И в этом отношении жаргон, я рассматриваю как филолог, я рассматриваю его как полигон. Полигон для испытания новых ресурсов, новых возможностей языка. Большая часть обсеивается безвозвратно. Но что-то остается, закрепляется в языке. И это тоже интересный взгляд. И еще, как я называю, фанхронический взгляд. Не с точки зрения дня текущего, а с точки зрения вообще эволюции языка жаргона в частности. Так что какой-то процент жаргонных слов остается. И миф это или миф, не миф. Здесь можно говорить о том, что какое время такие песни. Если у нас вот такая жизнь, такая вот немножко разухавистая какая-то, грубоватая, то вот такой язык. На самом деле, конечно же, во многом эта угроза также преувеличена, потому что обычно с возрастом это проходит. Следующая тенденция – примитивизация языка. Русский язык чудовищно упрощается. По сравнению с тем, что было раньше. Это, допустим, проявляется на уровне, опять-таки, фонетическом. То, как произносятся многие слова – это, конечно, сущие безобразия. То есть здесь можно, ну, помимо такого банального «здрасте-здрасте», который проявляется «здравствуйте-те», это и знаменитый речок, с которым, по крайней мере, на занятиях хотя бы пытаюсь бороться. Один писатель, Алексей Слаковский, выпустил книгу под названием «Чё делать?». То есть это знает. Для обрисовки современной картины мира. И, естественно, тоже, ну, это постоянно слышишь даже из на курс федеральных журналистов. Смотрите прямо сейчас. Например, вот такого рода варианты. Или там варианты «воще, только что», например. То есть вот «бока» и многие-многие другие примеры, когда слова сухоживаются. С точки зрения филологии, тут тоже есть, разумеется, объяснение, потому что в беглой речи неизбежно действует принцип экономии чьих усилий. Если мы произносим коротко и нас понимают, то это значит нормально. То есть если мы не зациклены на норму языка, если мы относимся так снисходительно, и многие ведь так и говорят, что главное, что меня понимают. Мы не народно-русского языка. Это не я, Коля, это я цитирую. И в этом отношении, действительно, пока тебя понимают, ты коммуникативно вроде бы компетентен, да, но при этом со стороны это, конечно, может выглядеть крайне неприятно. Так как все-таки это дело не просто уважение к языку, это еще и наша характеристика собственная. мы сами себя таким образом маркируем. Вот мы так и относимся к окружающим, мы начинаем говорить получредно-раздельно, как нам удобно. Часть выражения просто как в чай. Примерно так, тем более, что многие даже действительно от слов переходят к таким вариантам согласия. Ага, ага, ага. И такие варианты, конечно, тоже есть. Что это, диалог или нет? Это уже уровень владения речи. Это такая примитивизация на уровне фонетики. На уровне лексики это бедный словарный запас. Потому что если сознательно его не увеличивать, не работать над своей речью, то, конечно же, он оставится тоже на уровне функционала. На том уровне, когда нас вполне понимают. И здесь можно, опять-таки, вспомнить те расхожие варианты, опять-таки, простовечные единицы, сленговые единицы, часть нейтральных слов. То есть примерно 3-4 тысячи слов. Действительно, несколько тысяч слов даже у самого неразвидового носителя языка будет присутствовать, но это все равно мало. И прежде всего, опять-таки, все-таки вредит состоянию развития не просто языка, но и, я знаю, как, вроде головного мозга, это сочетание, потому что это взаимосвязано. Чем богаче язык, тем гибче сознание. И наоборот, чем гибче сознание, тем язык тоже нас будет богаче. Вопрос мотивации, насколько мы заинтересованы. Ведь очень просто используют, в плане примитивизации, очень просто используют какие-то одни слова для выражения самых разных понятий, особенно эмоций. Ведь печально и то, что, допустим, мы что-то говорим, но за этими словами станет непонятие эмоций. Когда, например, единицы наподобие «я в шоке просто вообще». Например, да? Вот это тоже очень часто можно услышать. И что? Это и хорошо, и плохо, и недоумение. Все «я в шоке». Слово удобное. Но на самом деле, конечно, печально тоже. То есть у человека нет вот этой гаммы разнообразия стилистических ресурсов, когда можно сказать, что «я поражен, я потрясен, я изумлен, я примлен в замешательство, отры, села, ошарашен, ошеломлен, где удался?» Обескуражен. То есть как обескуражен совершенно, то это же русский язык, этот ряд можно продолжать бесконечно. Но главное, что и по поводу сокращения слов, и по поводу словарного запаса – это же вопрос нашей репутации и умения различать, где мы находимся. Мы очень часто находимся на уровне только «бы тобой повседневной речи», в большинстве своем. То есть мы вот говорим просто между собой, и многие забывают переключаться, просто они не умеют переключаться в другой ситуации и начинают всегда говорить там «что вы сказали, например, на какой уровень, на любом типе». Ну, не все, конечно, касается, но бывает такое. И когда даже на вручении премий каких-то, даже серьезных премий, кто-то говорит «я очень-очень думаю, ну, в шоке». Вот так приходится помочь «ну, скажи нормальное слово». Нет. Вот, к сожалению, это тоже упрощение. Оно, конечно, удобно, но неэффективно с точки зрения самореализации в обществе. Тут есть такая шутка. У меня вообще-то богатый словарный этот, как его… Вот этот тот самый случай, когда мы говорим о примитивизации. Да, ну и опять-таки угроза. Есть и нет угрозы. Это касается, конечно, в общем-то, значительного количества наших соотечественников, но все-таки это на язык влияет меньше. Тем нехотя кое-что, да, влияние оказывает. Еще одна сторона – магинализация языка. Русский язык потерял свою красоту и огрубел. Тоже с этим можно в какой-то степени согласиться. Если мы, я же приводил пример, если мы выйдем на улицу, то мы услышим. Да? Да. Поэтому вот, например, в городе сказано, «В Новый год мне не хочется выйти на улицу». Все-таки Новый год, светлый праздник. Надежда на улицу. Мы идем на улицу, травы вперед. Такое услышали. Много чего нравится. Опять все за. Вот это вот все-таки стремление к самовыражению, на самом незатейливом таком уровне, приводит как раз к конфликтным ситуациям. Когда мы можем сказать, что маргинализация языка – это еще и вульгаризация языка. Действительно, опять-таки, это и нецензурная лексика. Это та же самая жаргонная лексика. Это, опять-таки, то самое, что мы перестаем подчас замечать. Ну, я имею в виду особенно молодую часть нашего общества, потому что молодежи особенно свойственно так лихо использовать лениться, наподобие «пойдем, пожрем в буфет». То есть, если задуматься, то это друговато. Но люди воспринимают просто поесть. Никто… Единственный факт «ржата такая» и так далее. А вот эта вот кожа рядом нас окружает, и телефон сдох. Вот это вот огрубление многими… Может, только я замечаю, но единицы… Все вот эти вот наподобие… Припереться, шляться, пянется… Я прошу прощения, хреновый… Это еще самое мягкое… Что может быть расхожее? Это дети говорят… Самые маленькие дети даже говорят… И многим, многим… Так, внучка с бабушкой идет, и тоже… Что-то бабушка рассказывает, и внучка говорит… Маленькая внучка говорит… Охренеть! Ну, вот это нормально. То есть, есть повод, конечно, для обеспокоенности. Конечно, это не то, что… Не то, что это только детский уровень, молодежный уровень, какой-то слишком недалеких людей. Это некая манера, которую нам… Какая стилистика, которую нам, ну, задают даже самых высоких трибун. Когда высокие чиновники говорят… Да все это бредня, например… Или говорят… Все у них с этими военными базами решено, а разговоры все эти так для балды… Например… Вот это… Это единицы, которые употребляются на уровне серьезных совещаний, допустим. Это тоже… Это тоже все слышат, и вот это… Такое… Такое… Законодательство языковой моды, своего рода, проявляется. Я расскажу историю, которая давным-давно со мной случилась, и я имею в виду, что… Как-то я вел урок в школе старших классов, и предложил такое задание без задней мысли… Говорю, что в русском языке есть два слова оканчивающихся, это слово «со». Имею в виду слова «пузо» и «железо». Мне назвали три слова, но не те, которые я ожидал. Мне сказали… Дети сказали… «Сисо». «Сисо» и «Садамаса». Вот такой вот напорный… Это, получается, первая реакция. Слово «железо» никому не помнит ли школу, например. Вот это тоже, с чем мы… С чем мы имеем дело. Есть даже такой термин… Профессор Гусейнов его предложил… Фантимизм Гусейнов… Эскрофемизм. Интересный термин – эскрофемизм, когда мы даже нормальные слова, литературные слова, часто воспринимаем как подвохом, двусмысльностью. Вот такого рода единицы восприятие называется эскрофемизмом. Ну, допустим, еще недавно… Вот эти все эти песни про «голубой вагон», например, да, и так далее. Сейчас называют «голубь», например, да. То есть, уже не скажешь, там, «травка зеленеет», без слов «травка» должен считать «профилиация», например. То есть, вот такого рода единицы, их на самом деле много. Слово типа «козел» – первая реакция, конечно, неживо. Вот эта замуслиленность сознания, ну, вот он всегда говорит, замуслиленность сознания, когда какие-то примитивные, грубоватые варианты приходят в голову первыми. Но это ненормально все-таки. Можно это оправдывать тем, что жизнь сурова, возможно, но, опять-таки, раньше это было, раньше это было, конечно, более все серьезно, более плачевно. Те же преснопамятные 90-е годы. Сейчас в плане грамотности как-то полегче. Но «голубилась» остается, как атовизм. А может быть, нет. А может быть, такое юбейство. Вот недавно был праздник последнего звонка. Я прекращался работать поздно вечером, но мне идет навстречу компании веселых, я надеюсь, просто веселых, веселых выпускниц, девушек, которые весело поверят, что-то вроде «я тебя в грыбу видал или голова» и так далее. Как-то по лобу начинаешь воспринимать, что думаешь, что это все в прошлом. А тут как Андропов думаешь, потому что, как только говорил, что мы своей страны не знаем, где мы живем, то же самое, мы своих детей не знаем, кто они на самом деле. Но правда, когда проверяешь личные ЕГЭ, немножко понимаешь, кто они, кто эти люди, и иногда становится страшно хрип по рукам. Потому что, ну что у них в голове. Хотя внешне вроде все прилично. Карнавализация, современная реклама издевается над русским языком. Вот это тоже можно услышать довольно часто. Такое мнение, когда маркетинговые технологии продвигают продукт разными путями, и естественно во многом за счет того, что внимание потребителя можно привлечь чем-то только этаким, очень интересным, нетривиальным, выражающим взгляд, например, про рисунок. Можно ли считать это вредными какими-то технологиями? Ну, я примеру несколько примеров. Первая картинка, которая вместо слова «люблю» заменяется в сердечко, очень распространено. Или «гудок», «гуд», например, «гуд», и «окей», еще «молоток», «сокорок», вот это вот тоже мастер-рок распространено, вот это вот с таким апострофом и «окей». «Чайковский», тоже есть ревнители языка, которые возмущаются, это же издевательство просто. «Чайков», еще и «дымок» и краткой, «выписка кофейни», допустим. Или, скажем, газетный заголовок на бизнесмен спустили всех собак. Но это вред русской языкой или нет? Я считаю, что нет. Потому что это, во-первых, часто сделано со вкусом, интересно, и даже термин такой лингвокреативный подход, а креализованный текст, когда соединение картинки, изображения и текста. И если это в самом деле рассчитано на подготовленного человека, который может это оценить, то это действительно любопытно. Но, может быть, на слабо подготовленное это может как-то негативно повлиять. Вот эта карнавализация языка наблюдается во многом. Это, конечно же, шуток много. То есть, получается, одна из главных функций речи – это людическая функция, игровая функция, когда люди не могут постоянно говорить серьезно. И начинают, например, одна женщина в маршрутке просует танцкую сумочку и говорит, где мой чумодан? Ну, понятно, что это негодний чумодан, еще и чумодан. Но это тоже издевательство, просто мельском, или не издевательство? Но я считаю, что это именно сознательное, скорее, сознательное использование подобной единицы, как-то скажем, из быча меч, или, например, явленный вопрос не Копенгаген, такого рода единицы, или, скажем, характерно для нашей республики меня умиляет форма университета. Потому что больше нигде в мире такого нет. Такого слова – игровая форма, потому что не просто университеты считают, а в университете, но еще и в универе, в универе, в универе, это тоже, такой шумол, и университетов, ну, вполне авторожен, любопытный. Естественно, в маршрутах такси, раз дорога, тише скажешь, дальше выйдешь, дверями, ушами и хлопать, или в магазинах, например, реклама Хваса, борьба с колонизацией совпадает, причем колонизация, выделена кола, борьба с колонизацией. Опять, и может быть это вредит русскому языку, но с другой стороны, это лозунг-то вполне примечательный, или там суши-байёши, например, тоже занятно. Это вот всюду, например, присутствует, или кофемания, когда помимо кириц, там еще и мании включена единица. Даже президент Российской Академии Владимир Фортов в интервью сказал, что Россия без науки – это труба. На самом деле, там же два смысла. Понятно, что это дело шлаха, с другой стороны, наша нефтегазовая составляющая экономики без науки действительно только на это рассчитывала. То есть, это такой подхес, получается, игра, в первую очередь, рассчитана на того, кто оценит. И в этом отношении, конечно, тот, кто оценит, конечно же, трезво к этому отнесется с иронией, и ничего в этом такого плачевного нет, на мой взгляд. И заключительный аспект – интернетизация, когда изменяешь новую технологию углубительную для русского языка. В этом самом деле, наблюдается кое-что очень примечательное. специалисты в области лингвистики говорят, что родилась новая форма общения. Есть письменная речь, есть устная речь, а в интернете – постно-письменная речь. Даже если идет переписка, вроде бы, в таком графическом варианте, но это во многом устный вариант, когда спонтанность, оборванные слова, смайлики, которые передают эмоции раньше, которых не было. Разве это не имитация? Интонирование, допустим. И хорошо, если это, опять-таки, делается сознательно. Многие, конечно, те, кто так общается, переходят на какие-то упрощенные варианты. Тоже и с ошибками, много слов, и смайликов, и стикеров, все больше, больше, больше. То есть, может быть, меньше изображений, больше. И сокращение, наподобно, СПС, ФЖЛ, ЛОЛ, ИМХО и т.д. Это уже новый язык, старшие поколения уже не понимают, что это такое. И некоторые сокращения, которые даже вполне, даже могут быть бульгарный характер, старшие поколения могут не понять. Допустим. И можно доверять, допустим, исправлению компьютерного редактора. Например. Ведь многие говорят, зачем, как митрофан, зачем учить гранту, если компьютер все равно поправит. Но ведь, вот, допустим, выражение «писать, как попало». Компьютер обязательно скажет «Пеленкам нужна», хотя «Пеленкам» здесь не нужна запятая. Говорит «переписать, как попало», например. или иногда просто ошибочно выделять. Ну, скажем, «От брата про нищу». Компьютер подчеркнет, скажет слово «лишнее». Если мы напишем «От брата про нищу», компьютер скажет «Молодцы!» «От брата про нищу». Все нормально. Да. Или, тоже меня умиляет, может быть, учительный пример, когда грамоту набирали, кому-то награждается, например, «Александр», «Чулкок». Так что компьютер, это, конечно, здорово, это очень хороший, надежный, наш добрый помощник, но при этом позвонить в абсолют его, как и ничто другое, не следует. Здесь, конечно же, он, скорее, наш друг, который показывает, обратите внимание, точно ли здесь не надо ставить запятую, допустим, проверьте еще раз, все ли в порядке здесь с этой единицей. Конечно же, здесь тоже могут быть какие-то изменения в составе языка, но главное, главное из того, что сказано сегодня, это способность разграничивать язык и речь. Все то, что здесь сегодня отмечалось, практически во всех случаях касается речи, а не языка. То есть, языку, как системе знаковых средств, ресурсов, в целом, почти ничто не украшает. Как недавно я услышал от одного пилолога-профессора, русский язык перемелет все, что встретиться у него на функции. Ну, в принципе, это на самом деле, если он подумает, да, то начинают склоняться какие-то все эти вот иностранные слова и так далее. Так что, в языках система по-прежнему велик и могуч, то наша речь, использование языка, язык в действии, в самом деле, по-часто хромает, вызывает беспокойство. Если, конечно, большая часть носителей языка начнет говорить, как попало, и писать так же, тогда может последствовать угроза для языка. Но, я надеюсь, для мыслящих и культурных людей все равно больше, или будет больше, и мы, как мотивированные, я считаю, носители языка, которые желают, чтобы наша коммуникативная среда была гармоничной, сделаем для этого все возможное. Спасибо за внимание.